Уникальное производство собираются создать на базе пассажирского автопредприятия номер 8 в Кировском районе. Здесь будут делать решетки для дождеприемных колодцев и канализационные люки из отходов и композитных материалов. К тому же есть планы по развитию муниципального автобусного транспорта в левобережной части города. Есть ли на этой площадке условия для работы сразу нескольких важных для города предприятий, сегодня выяснял мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Сколько, вы говорите, машин можно закрыть? Вот сейчас большой вместимости марки ЛИАС, НЕФАС или МАЗы 85 единиц. Это те, которые... Можно разместить под крышей? Это под крышей в теплом месте. Есть еще, как бы мы использовали стояночку на улице подогрев, ну там еще 35-40 машин. Готовые боксы для десятков автобусов, ремонтные зоны, диспетчерская. Раньше городское предприятие обслуживало маршруты левобережья, а сейчас отсюда не ходят муниципальные автобусы. Работает только частный перевозчик. Ну, если сегодня здесь стоят не муниципальные перевозчики, то, наверное, она имеет рентабельность в части своего географического расположения. Она находится в центре Кировского района, она может использоваться в перспективе как для обслуживания маршрутов Кировского, так и Ленинского района. И мы ее рассматриваем как перспективную площадку. Гаражи в хорошем состоянии. В планах покупка новой техники для муниципального перевозчика, который будет обслуживать левобережье. В Кировском и Ленинском районах на дорогах станет больше автобусов. Горожанам удобнее добираться на работу. Этот люк и на ощупь, и по весу очень похож на железный. Но на металлолом его сдать нельзя. Сделан из композита. Говорят, что такие применяются уже во многих местах города. И вполне выдерживают и январские морозы, и нагрузку до 25 тонн. Дешево, экологично. Во многих этих изделиях применяют пластиковые отходы и песок. И воровать бесполезно. В пункте приема металла за такую решетку не заплатят ни копейки. Все это частная фирма собирается делать здесь, на 8-й автобазе. Бизнесмены хотят построить два больших цеха. Обещают, покроем всю потребность города в таких изделиях. Создадим 40 рабочих мест. Тут же работает предприятие, которое чистит ливневую канализацию. Арендаторам сообщили, место для них на этой площадке найдется. Здесь совместные предприятия, поскольку будут они решать задачи муниципалитета, мы найдем решение. Площади позволяют для того, чтобы и производство, и эксплуатацию автобусного парка здесь обеспечить. Производственные цеха начнут строить на этой площадке рядом с боксами в ближайшее время. Сохранят здесь места и для арендаторов частного пассажирского предприятия. Александр Сульдин, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.